Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм Каталамаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент, который точно поможет вам в принятии торговых решений. Сегодня под закрытием недели еще несколько отчетов, на которые мы должны обратить внимание. Прежде всего, это публикация данных по роничным продажам в Канаде. Мы канадским долларом интересуемся, друзья, по паре доллар-канадец. У нас есть четкое представление того, что у этого дуэта активов есть потенциал снижения в районе отметки 1.32, а сейчас котировки в районе 1.3480. И я всерьез допускаю, что мы можем увидеть дальнейшее развитие нисходящего ралли по этой паре, соответственно, укрепление канадского доллара. Потому что канадской валюте может помочь статистика национальная, канадской валюте точно будет помогать еще и сохраняющаяся бычая динамика на рынке нефти. Ровно через неделю с небольшим, скажем так, состоится заседание Банка Канады, в ходе которого будет поднят вопрос о целесообразности повышения ключевой процентной ставки. Я всерьез допускаю, что ставку снова повысит на 25 байсных пунктов, что станет попутным ветром для этого инструмента. Поэтому потенциал роста канадского доллара еще сохраняется. Сегодня, друзья, также канон китайского нового года. Я думаю, что это событие нужно отдельно подсветить, потому что если делать акцент на то, как этот праздничный период больше, чем в неделю, влияет на тот же самый спрос на нефть, то мы найдем большое количество позитивных факторов. Мы нефть с вами буквально на этой неделе решили все-таки купить, исходя из того новостного фона, который сложился. И повторяю, что даже власти Китая спрогнозировали значительный рост туристического потока в предстоящие праздничные дни и значительный рост, если сравнивать с показателями прошлых лет. Поэтому спрос на нефтепродукты и, соответственно, нефть должен увеличиться в разы. Также делаю ремарку на последние прогнозы от ОПЕК и Международного энергетического агентства. ОПЕК, как вчера мы отметили, пересмотрели прогнозы роста спроса на нефть, повысили его на этот год на 2,2 миллиона баррелей, это примерно 2 с небольшим процента. Эксперты Международного энергетического агентства несколько скромнее оценивают перспективы роста спроса, считая, что он увеличится на 1,9 миллиона баррелей в сутки, соответственно, на 1,9 процента. Можно взять медиану этих двух прогнозов и все равно мы уйдем в показатель 2 миллиона баррелей в сутки, как рост спроса на 2023 год. Это неплохо с учетом всего того, что сейчас происходит в мире. И основной акцент как раз обоих агентств делается на резкое восстановление китайской экономики, которое ожидается после отмены антиковидных ограничений, после отказа от политики нулевой терпимости и после открытия границ. Я думаю, что у нас нет причин сомневаться в том, что после преодоления очередной волны коронавирусной инфекции Китай встанет на ноги и обеспечит хорошим спросом опять же аналитических рынок, что вкупе еще с снижающимся предложением из-за выпадающих российских объемов точно создаст условия для долгосрочного, затяжного, продолжительного и довольно мощного обычного ралли и бренда и WTI. Поэтому покупка нефти, решение, которое мы приняли, может быть довольно перспективным. Действуем сейчас на рынке черного золота и на рынке финансовых активов, если учесть, что мы будем ждать еще 100 и выше уровня. Важно отметить, что на рынок нефти вчера практически никак не повлияли данные по запасам нефти, что хорошо. Видимо, рынок сейчас действительно заряжен идеей роста спроса на фоне сокращающихся предложений. Идея потенциального избытка, который может образоваться, кстати говоря, по версии экспертов Международного инфекционного агентства, этот избыток составит 1,5 млн баррелей, точнее дефицит 1,5 млн баррелей в этом году. Индекс доллара 101.90, то есть в районе 102 пунктов. Мы по-прежнему наблюдаем этот инструмент, ситуация не меняется. Вчера я комментировал, что исправить текущую картину может серьезный фундаментальный катализатор, триггер, но его не будет до заседания американского регулятора, то есть до конца этого месяца, 31 января состоится. Оно с 31 на 1 февраля. Вот тогда решение по ключевой процентной ставке может все-таки вернуть на рынок покупателей. На этой неделе вышел отчет по роничным продажам. Многие считают, что это важнейший релиз для американской экономики в рамках этой недели. Они снизились на 1,1% против снижения в ноябре на 0,8%. И многие сделали поверхностный вывод о том, что более слабая розница будет бить по показателям экономического роста. Снова заговорили о риске рецессии. Помните, ранее мы оценивали с ссылкой на экспертов Goldman Sachs, которые провели опрос, и 61% респондентов отметили, что рецессия американской экономики может наступить уже этим летом. Для этого в первом квартале экономика должна снизиться на 0,1% и этот негативный результат развить во втором квартале. Я думаю, что рецессия она по-прежнему, конечно же, возможна, учитывая, что так много об этом говорится, так много опережающих индикаторов. Но пока что еще рано, друзья. До лета далеко. Я думаю, что нужно руководствовать сейчас более таким иным фундаментальным фоном с краткосрочным окрасом. Вот это мы и будем делать. А что касается того анализа, который нужно было, наверное, провести после выхода данных по ручной продаже, так это то, что снижение розницы отражает то, что потребители реально предпочитают не торопиться с активностью, с покупками на фоне высоких цен, то есть всему виной высокая инфляция. И эта проблема остается значительной для всей американской экономики, поэтому я очень рассчитываю на то, что американский регулятор не пойдет на поводу всеобщего энтузиазма о том, что инфляция снижается, поэтому можно замедлять темпы повышения ключевой процентной ставки и попробовать еще раз сработать на опережение и повысить ставку не на 25 байсных фунтов, а, например, на 50. Вполне возможно, друзья, это произойдет уже фактически через две недели, и тогда индекс доллара наконец-таки получит хороший импульс для роста. Золото 1923 доллара за трость к унцу. Я рекомендовал вам прямо настойчиво следите за показателем индекса рыночных настроений. Когда увидите перекос 70-30, покупайте. Это вчера произошло в районе 1915 долларов за трость к унцу. Сейчас остановка сил 77,23, то есть 77% трейдеров шарти. Я золото уже, соответственно, купил и буду ждать, с учетом того, как клик, оно восстановилось в последнюю торговую сессию, уже сопротивление 1940-1950. И пробой этой планки уже будет означать, что путь открыт к цели 2000 долларов за трость к унцу. Доллар канадец, как я уже отметил, ждем 1.32 доллара японской иены, 129.10. Ранее мы обсуждали итоги заседания Банка Японии, который пока что не стал дополнительно корректировать проводимую монетарную политику. Но важно отметить, друзья, мы ждем смены руководства японского регулятора уже в апреле. И вчера наиболее очевидный и, скорее всего, самый лучший, наверное, с учетом тех кандидатов, которые были, прецедент на позицию главы японского регулятора Токатоши. И это отметил, что первым решением лично его, когда он потенциально займет позицию главы японского регулятора, будет дополнительное расширение доходности, допустимого колебания национальных облигаций. Текущая доходность находится в диапазоне минус 0.5-0.5. Соответственно, он может расширить ее даже до 1% в обе стороны. И, конечно же, после этого точно последует решение о повышении ключевой процентной ставки. Поэтому ждем 125, друзья. Я думаю, что эта идея даже не на долгосрок. Эта идея кратко, ну, максимум среднесрочная, когда мы увидим обвал пары доллар-иен и укрепления японской валюты еще на полтысячи пунктов. Биткоин 21 тысяча. Плохая новость пришла сегодня утром о том, что Генезис подала на банкротство. Это, опять же, еще одна компания, которая тесно была связана с биржей FTX. И, конечно же, мы понимаем, что продолжает развиваться вот этот принцип домино, когда банкротство одной из крупнейших бирж спровоцировало серьезные проблемы с платежеспособностью других компаний криптовалютного сектора. Это еще не конец. Поэтому я вам настоятельно рекомендую быть очень внимательными в принятии торговых решений по биткоину, не торопиться еще с покупками. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!